Здравствуйте, друзья! Тысяча или двухтысячный фильм со счёта сбился, но остановиться не могу. Одну из причин отсутствия садов в нашей стране – величайший лохотрон. Он заключается в том, что на сотнях сайтов, которые принадлежат питомникам и интернет-магазинам, вдруг обнаруживают свои фотографии или такие же шикарные фотографии, как и мои, но из Англии, Италии, Франции, Голландии. Они такие шикарные, подчеркиваю, как и мои, но сразу заканчивается сомнение, что они, эти питомники интернет-магазины, торгуют тем, что сами не произвели, потому что долго что-то сделать фотографию в своём саду, у меня на это уходит несколько секунд. Вот эта вот подборка, она почти случайная. Я зашёл в Яндекс, нажал на вот ту ролик, который справа, сейчас вы поймёте, как получилось. А когда я начал смотреть ролик, я увидел, справа высветилась маленькая такая квадратик, то, что слева. И вот что получилось, смотрите. Сейчас поймёте, как развивались события. Так, в начале 60-х годов прошлого века яблами этого сорта была высажена аллея возле Уфимского нефтяного института. Это про трансцендент, который растёт, и вы видите ролик того, что находится справа внизу. Вот эти яблочки от 50 до 100 грамм. Внимание! В 70-е годы популярной ранеткой становится сорт уральское наливное, и трансцендент выпадает из ассортимента питомников. То есть, нашлось что получше. В настоящее время сорт практически исчез из садов. Лет 15 назад я совершенно случайно наткнулся на трансцендент в одном старом Уфимском дворе. Вот. То, что он рассказывает, наверное, опытный товарищ. Я таких уважаю. Которые натыкаются случайно, не случайно, и эту мысль развивают, делают выводы, за что я ему благодарен. Вот. Ранецкие исчезают. В данном случае, якобы, замена произошла на уральское наливное, прекрасные яблочки. Вот. Потом замена произошла на покупные. А покупные умирали, по принципу, миллион из миллиона. Вот. И вдруг однажды... То есть, не однажды... А я просто увидел вот то, что слева. Это была реклама какого-то агросимфонда. Когда я нажал, стало вот так, как сейчас. Но больше нам уже не нужна вот этот рассказ про несчастную, забытую яблоньку. Это инцидент. А мы сейчас с вами переходим к рекламе агросимфонда. Я его не раз уже критиковал. Я даже не знаю, доходит до них, не доходит. Всё остаётся как было. Казалось бы, чёт критика. Яблоки нормальные. Вот. Сало как сало. Чё его пробовать? Правда, он, казалось бы, чё ты жаль? От зависти умираешь, что ли? Нет, не умираю. Дело в том, что на сайте агросимфонда моя фотография. Вот. И каждый год. Идёт год за годом. Вот уже был 10-й, 20-й, 21-й, 22-й. И уже 15 января всё с начала. Итак, перед вами агросимфонд и моя фотография. Вы скажете, хозяев скажут, нет, железок. Тут никаких пометок нет, чем твоя. Это мы у себя в саду сделали. Жигулёвская, это не самый, не самый роскошный. Ну, у него столько достоинств. Ай! Это рекордный урожай. Даже со среднего размера яблока. А-а-а! Внимание! А кто сказал, что это их? А кто сказал, что это моя? Я говорю, моя. Смотрим. Ева, Нерегулёвская. Так, 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 так. Вот. Смотрите, внимание, фотографии 7-го, 8-го, 9-го года. Причём вот это как раз с 7-го года. Был жив ещё мой этот сад. Его ещё не приехали мотоциклисты, не подожгли со всех сторон. Пока мои арендаторы, помощники спали. Вот. А я болел. И вот получилось, что вот это и есть та самая Жигулёвская. Это остатки сада. Их было два-три десятка после пожара. Вместо полутора тысяч сгоревших. Так. Ну, на всём, который ни о чём не говорит. Просто когда полторы тысячи таких сгорело, это, конечно, было обидно. Так. Вот. Ну, а отсюда фотографии, не отсюда? Вы скажете, не, не отсюда, не, не, не. Ладно. Давайте смотрим сюда. Внимание. Сейчас. Внимание. Вот это я фотографировался крупно. К планам так то есть. Не крупного, а наоборот. Вот. Вот яблоня целиком. Обратите внимание вот на этот кусочек. Вот в самом центре кто-то, как я утверждаю, взял, вырезал этот кусок. Почему? Внимательно приглядитесь. Вот тут яблочко. Вот одно. Вот это на это. Оно как-то выделяется. Вот это. Вот эти три как вертикально растут. Смотрим более крупный план. Вот оно. Теперь смотрите еще раз. Вот это. Так смотрит. Вот это отсюда выглядывает. Это отсюда. Вот. Желтенько. Вот это отсюда. Вы согласитесь, что это моя физиономия, нет? Вы знаете, удивительно похож на железо Валерия Константиновичка. И глаза такие же наглые. Вот. И это самое. Одет по-простецки, как всегда. Вот так. Но это остатки сгоревшего сада. Еще раз. Середка вырезается. Посмотрели. То есть удовлетворились в достоверности. Вот. А теперь возвращаемся к нашим, к нашим этим, уважаемым хозяевам агросимфонам. Агросимфон. Ну что, похоже здесь. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Ну еще раз. Вот. Кстати, меня оскорбляет то, вот Сергей Железов такие продают по тысяче рублей. Одно-двухлетки, мощные деревья. Здесь никогда невозможно понять, какие саженцы, где саженцы. На что привиток. Ни черта не понятно. Но все-таки давайте мы с ним разберемся. А знаете, как разберемся? Смотрите. Вот. Внимание. Я взял и начал искать в Яндексе это изображение. Так. Простите, не понял. А почему здесь вместо фотографии? Может я что-то не так сделал. Ладно, вернемся. Выключаем. Так. И еще раз. Стрелка. Вернемся. Давайте вот так. Найти изображение Яндекса. Прямо на свою вот эту фотографию. Ура! Получилось. Давайте смотреть. Я бы не Жигулевска в Нижнем Новгороде. Так, простите. А где вы у нас находитесь? Ну, потом проверим. Так. В Кургане. В Самаре. Вы понимаете? У меня такое впечатление. Мир сошел с ума. Это растить, 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 растить. Жигулевские везде. Это Нижний Новгород, Курган, Самара, Новоалтайск. Это уже Сибирь. Вот. Сад Железово. Ой, блин. Вот он, родной сад Железово. Ну, что? И лишний раз убедились. Вот. Самарские садоводы планируют возродить. Подмосковь. Сорта для Подмосковья. Новосибирские, якобы оно там это. Кто-то в Новосибирске сфотографировал, а Железово, видимо, это прекрасно. Присвоил. И сейчас бьет себе, говорит, что это его. Так нет. Ну и это. Потом еще делают такой хитрый ход. Знаете как? Разворачивают. Смотрите. Эти компьютеры не обманешь. А теперь смотрите. Видите? Растет по-другому. А вот так вот. Ну ладно. Теперь сколько их всего? Яблоню. Не найти фотографию в своем саду. Вы понимаете? А сколько иностранцев? Яблоня Жигулевская. Описы характеристикой сорта с облывости посадки и доглядов. Ну. На Украине не могут найти себе фотографию сделать яблони. Ну хабаров ствола понятно. Тут уже это. В России врать так врать. Железово воспоминания о будущем. Лебединая песня. Железово новое садоводство для датчиков. Она еще и тут попалась. Железово воспоминания о будущем. Видите? Сколько это. А вот это вот. Ладно тут. Особливости посадки и доглядов. Украина. Ладно. Я немножко по-украински соображаю. Я оттуда рода. Вот это вот я перевести не могу. Но. Иностранцы. А какой шрифт? Боже мой. Где это может быть такой? А? Ходись. Ой-ой-ой. Ааа. Еще и свой этот. На него навешали. Свой логотип. Вот тебе хрен бы да я доказал. Если б не моя наглая физиономия. Вот. Рядом с яблони сфотографирована. Ох ты здорово как. Я сам это вот так вот глубоко копаю впервые. Ну и как это. Главное. Язык то вообще непонятный. И шрифт уж такой неправильный. Как будто это древнегреческий какой-нибудь. А если б каждому копнуть. Гуля Суланова. А шо ж ты Гуля? Ну ты ж не могла в моем саду фотографироваться. Значит берется фотография Железова. И на фоне фотографий. Или это ловкость рук. Или какого машинства. Получилось. Что теперь Гуля. Но она не обязательно продает. А кто знает. Ну давайте посмотрим. Ведь если нет своего Жигулевского. Что продается. Что. И у моего Жигулевского. Это привитого. Долго жившего на Сибирках. Невероятнейшее. Долго копать. Ладно. Выхожу отсюда. Невероятнейшая. Это самое. Морозостойкость. А здесь. Карликовая стала. Ёлки-малки. Ой. Мне сейчас некогда совершенно искать. Эту громадину. С урожаем. Сорок ведер. Ведер. Не килограмм. Ведер. Карликовые яблоки. Это ж надо же. Кто-то купит. Ну вот так. Действительно вот так. На картинке. Карлик и карлик. Ну. Опять долго ждать. Ладно. Хорошая. Карлик они изобразили. Еще раз. Вот сюда заглянем. Да. Вот это вот. Молодое дерево еще. У меня сад сгорел в 2005 году. Вот. Это еще молодое дерево. Ну. Карликом назвать. Это на такую фантазию иметь. Да. Ребята. Наверное. Возьмусь я за этих ребят. Которые. Это. Умудряются. 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 Лапшу вешать. Вы представляете. Сколько всего. Ой. 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 И главное. Вот. На жигулевских яблоках. Получается. Вкуснейшее. Да. Наверное. Только. Вот это вот. Сайт. А что это за сайт такой. Вот это жигулевская. Да. Вот она. Ух ты. Вот. А вы знаете. Дальше бы по теме. Вот. Нажму сейчас. Вот эта фотография. Она из интернета. И вот эта из интернета. Вот. И слева Бирбанк. Шансов мало очень. Что это ваше. Вот. Нам только не хватало. Горбачева здесь. Вот. Видите. Взяли мои фотографии. И учатся как выращивать и ухаживать. И яблони этой нету. Иначе бы они свою сфотографировали. И вот что интересно. Да. У меня эта жигулевская. С такими роскошными плодами. Ох. У вас бы это самое. Дух бы захватило. Вы бы побежали на кухню в этот холодильник. За этим. За валидолом. Это одна из сотен моих фотографий. Причем. Она же. Это горькая правда после пожара. Просто горькая правда. Что вот такие были. А вот так когда молодые деревья у них яблоки в два раза крупнее. Бордового цвета. Вот и все. А здесь пожалуйста. Вот. Сами не пробовали. А говорят. Универсальный курс. Вот. Вот. Пригодность за прорывный врач. Совершенно верно. Дураку понятно. Вот. Средняя зимостойкость. Врете. Вот. Почему врете. Потому что у вас ее не было никогда. Вы не знаете что она в Сибири у меня отдает по 30-40 ведер с дерева. Вот. Вот. Ну что. Насмотрелись. Вот. Это вот один из тех кто это. Украсил мои фотографии сад. Еще по это по изгаляться. Вологда. Вот. Когда-то уничтожили собственный Вологодский абрикос. Был такой. Держался долго. Но все таки вот это. Звери на технологии. Сделать искусственный штамп до высоты метра. Проредить наполовину крону. Чтоб шутка. Валенок пролетал. Есть такая шутка горькая. А кончилось это тем что уничтожили его полностью. А сейчас. Валенка здесь. У вас нет прологодского абрикоса? У нас в Вологде уже и забыли как он выглядит. Краснодар. Знаете как мне рассказывал этот самый. А Курдюмов он был моим гостем. А Курдюмов это мировая величина. Это полтора миллиона книг. Вот. Вот. Его горькие слова. Персики не выживают. Да. По отношению сгнивают. Абрикосы тоже. Вот. Яблоки имеют вкус. Это его слова. Его Курдюмов можете проверить. Вот. Он классик. Но живой классик. Вот. Жгулевская. Нет. Он не говорит жгулевская. Наши крупноплодные яблони. Они имеют вкус картошки. Вы родились. Есть невозможно. Слова Курдюмов. Вот он и краснодар. И вот когда сюда нажимаешь. Давайте еще и сюда. А. Уже кто-то. Кто-то убрал. Ладно. Вот. Хотя вряд ли. Так. Пушкина. Но это подмосковье. Там-то у кого. Вот. И вот это все. Видите. Все. Сайты. 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 А вот и агрессив фонд. Вот. Вот он. Видите. Один из сотни. Кто эту фотографию присвоил. Так. Ну а дальше что говорит. Мы заглядывали. А. Нет. Давайте-ка. Мы вот что сделаем. Где он у нас. Вернемся к исходную позицию. Вот это агрессив фонд. А вот. И. А что ты железок к ним привязался. Случайно. Ну не было подходящего материала. Там некогда. И. Единственную фотографию из интернета. Это. Взял. Да. Компьютерщик неопытный. Вставил. А его никто не поправил. Ну. Не догляд. Ладно. Не догляд. Ладно. Так. Надо тут немножко кое-что уничтожить. А то тут что-то много развелось их. Сейчас. Это я лишнее убираю. Ага. Итак. Смотрите. Давайте посмотрим. Во-первых. Где ты находишься. Агрессив фонд. Вот телефон. Я прошу. Есть такое. Люди. Которым. До всего есть дело. Вот. Пожалуйста. Позвоните по этому номеру. Задайте несколько вопросов. Я всегда учу своих учеников и друзей. Вы не хотите ошибаться. Не хотите обманываться. Вот. Кто знает. Может быть все правдешнее. Ну подумаешь. Случайно затесалась фотография из сада Железова. Вот. Случайно. Вот. И. Вопрос первый. Откуда саженцы? Если ваши. Да. Точно ваши. Покажите фотографии вашего сада. Ответ первый будет такой. Да вот же они на сайте. Тогда второй. Это не ваши. Это Железова. Вот. Сейчас мы еще проверим. Остальные чьи. Вот. Потом второй вопрос. Если не ваши. Откуда дровишки? А если. Это сам. На что привиты? Даже если не ваши. Даже если вы перекупщик. А может вы с соседнего питомника взяли. У них лишнее. А вам не хватило на продажу. На что привиты? Вот. Вот. Написали честно. Морозыка средняя. Ну как честно. Это. Обычно это. Передрались. А еще откуда-то. Чтобы не заморачиваться. И так. Товары для сада. Кладовая. Смотрим теперь общую картинку. А где же вы все-таки находитесь? Седераты. Ну-ка. 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 Про вас-то где? Про вас. Обычно пишут. Про нас. Про нас. Про нас. Кладовые розы. Суперпредложение. Ух ты. Может тут. Во. А. Агрессивный фонд. Магазин. А-а-а. Контакты. О-о-о. Нижний Новгород. Короче ребята. Магазин. Я ничего не путаю. Вот. Компания есть. Доставка. Что с моим заказом. Правила работы. Это я вам помогаю раскручиваться. До сих пор мы считаем, что одна случайная фотография затесалась. Так. И так получается что? Ну. Пока. Ничего не ясно. Кроме того, что это Нижний Новгород. Так. Ну. Давайте смотреть. Я даже волнуюсь немножко. Сейчас мы увидим. Там же теплее, что у меня в Сибири. Какие тут шедевры. Так. Где же. Где же. Где же. Где же. Лук. Вот. Плодовое. Это. Это по нам. Значит. Начинаем. Северный сад. Видимо. Так. Вообще-то не бывает. Ну. Ладно. Они видимо для севера и для юга. И вообще у них видимо сад есть. Вон сколько фотографий. Нажали на абрикос. О. Ёп. Сколько я обещал не материться. Я уже отсюда вижу. И так. Вот это вот. Очень распространенная. Картинка. Она принадлежит. Смотрите. Скольким. Я их уже наизусть выучил. Да. Это не мое. Че вы продавать будете? А? Ладно. Ладно. А вот эта вот картинка. Я сто раз говорил. Она не как восточно-сибирские абрикосы. Это Байкало. Вот. А это абрикосы, которые на картинке. Я уже рассказывал. Они сто раз больше. Ой. Это уже образное выражение. В два-три раза больше, чем те, которые у Байкалова. Вот эти фотографии. Плоды 120-140 грамм. Вы думаете, они у вас выросли в Нижнем Новгороде? Сказки не рассказывайте. Вот. Видите, как получается? Вот. Ладно. И так. С другой стороны, если у вас такие огромные растут, тогда почему еще куча фотографий. Причем южных. Видели там эти? Было. И даже это. Как называется? Шрифт такой. То ли китайский, то ли это. Значит, они. Давайте тогда еще. Подозрения увеличиваются. Увидели тут сотню фотографий. Уже не ваши. Ну, еще что-нибудь нажать. Еще что-нибудь нажать. Хм. А вот это так. Пока знакомых не встретил. Нет. Поверьте мне. Я начну сейчас нажимать. И окажется, что если это ваш фотографий, то у вас вы украли каждую по 50, по 100 компаний. Давайте на вторую нажмем. Да, мы оправдываются. Это не ваше. 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 А что же вы продаете? А что вы тогда продаете? Да. Вот это да. Ну давайте все-таки экспертиза должна быть чистая. Вот эта фотография мне знакома, знаете почему? Вот это, ой, как же вам доказать-то. Короче, это городская черта, и это магазин, я его хорошо знаю. А вот эту фотографию делал Валерий Константинович Железов на этом, как называется, в саду Чернобаева. В Чернобаево растут мои абрикосы, круг замкнулся. И давайте посмотрим, почему она такая, она не очень-то роскошная, у меня есть роскошнее в сто раз. А почему она такая популярная? Вот, ну что, нижний ногор, скажите, что вам принадлежит. Ну, смотрите в глаза. И у меня, чем дальше, нет, еще считаю, допустим. Как это сказать-то? Ну, еще допускаю, еще одну случайно присвоили. Случайно. Давайте дальше. Выбираем что-нибудь такое, этакое. Ну вот эту, например. Тем более, новинка. А если это новинка, полсотни саду. Проверяем. Новинка, это значит свеженькое поступление. То есть, поступление. Если саду, то да, то есть новинка поступления. Значит, вы признаете, что этого не растили. Видели? Ну, теперь ясно, что не растили. Вот он, Саратов. Вот. Видите? Господи. Александрия. Вы знаете, где это на Александрия? Вы знаете, где Александрия? В Египте, кто не в курсе. Боже мой. Ну, что же делать-то на свете, а? А потом еще, знаете, как делают? Крупный план, мельсий. Вот это все. Вот так вот раз. Наклон заменили, да? Вот так вот. Вот. И поехали. Ищем в Яндексе. И находим еще кучу фотографий. Все, ребята, все. Давайте это исследование закончим. Итак, запоминаем. Агросимфонд вызывает эти самые. Вызывает вопросы. Очень серьезные вопросы. Откуда дровишки, пожалуйста? К тому же, тут еще, сами видите. Чего тут только нет. Вот. Черешня. Довольно большая редкость даже на Волге. Уже сейчас, это, еще немножечко. Ой, ну, все же с интернета. Ну, почему у вас ни одного своего нету? Ни одного нету. А эти уже настолько приели. Даже я с плохой памятью знаю. Ну, откуда к вам привезти черешню? Скажите на милость. Вот она, Белоруссия. Вот Санкт-Петербург. Вот он, Равенский район. Ульяновск. Ведь по теории и вероятности, Ярославль, Брянск. Кизляр. Кизляр, это чуть ли не... Ой, только вчера мне был звонок с Дагестана. Я еще спросил, я вижу, у вас акцент такой. Да, я из Дагестана. А почему ко мне? Мне нужны абрикосы. А как же так, Дагестан? Мне нужны морозостойки, я живу в горах. Это, клянуть Богом, а я никогда с Богом не шучу. Такой звонок был. Кизляр, это где-то в вашем районе. Вот память подвела. А так как написано, что Кизляр, и наверняка шансов, что Кизляра тоже такой же маленький, как у этого самого агрофонда. Так же, согласитесь. Получается, что Гилянский лохотрон. Ну не ваш, а это. Ведь чтобы вот это растить, вот эту роскошь, это надо иметь большой черешневый сад. Где черешневый сад? Почему одни фотографии с интернета? Ну вот так. С этого момента, вот, я буду разбираться, но вначале с несколькими десятками, а это в сумме миллионы саженцев, те, которые присвоили мои фотографии. Понятно, да? Агросимфон присвоил мою фотографию, и благодаря этой фотографии оказался голым король. 299 рублей. Бутылка водки за что? За то, что замерзнет, или даже не проснется, что происходит, когда... Когда я увидел вот это слово «магазин», еще раз, магазины – это не просто отстойники, это морги, где-то реанимация-морг для саженцев, которые ждут, когда их купят и спасут. И большинство покупают уже негодные к жизни. Все, друзья, заканчиваю. Я же Элизавр Валерий Константинович. Вот, я вам еще раз покажу, где... Сейчас вот осталась у меня одна минута. Вот они фотографии. Вот они, те самые фотографии. Видите, раз, два, три. Это та самая яблоня, которая вас выдала. Вот, как людей, которые находятся на подозрении. Вот это вот, видите? Вот. Это мой Асанский, который обозвали... Ой, жалко заканчивается наше время. Которого обозвали абрикос сибиряк. Ой, персик сибиряк. И теперь все правильно. Раз сибиряк, значит, в Сибири, значит, покупайте. Вот. Посмотрите на эту красоту невиданную, немыслимую. Вот. Это все выращено в Сибири. И очень мало, практически нет, плодопитомников, которых свои фотографии. Вот. Вот это последний урожай сгоревшего сада. Вот. А это все подряд. Учебные фотографии. Смотрите, красота какая. Видели? Вот оно, Жигулевское. Вот оно. Одна из фотографий. А то карлик. Карлик. Лишь бы только это самое, лапшу навешать. Карлики стали модные. Дожили. Вот когда-то давно я вот так продавал. Большими комами земли. Все, друзья, время вышло. Сейчас он сам отключится. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. До новых страницах фальшивых сайтов. Субтитры создавал DimaTorzok